Всем привет! Мы вас приветствуем в зоопарке города Риза. Отдали за вход на всю семью, 6 евро. Мы находимся в зоопарке в городе Риза. Полюбитесь. Сейчас Женя повернет. Вот это какой-то старинный монастырь. А тут мама накупалась. Красивые, Вика говорит, это мальчики. Страшные девочки. Вот и спел он. Видишь, и спел? Смотрите, здесь даже возятся таракашки. Это жуки. Кто это? Сверк маус. Какая-то мышечка. Кенгуру, альбинос. Сейчас подойдем поближе. Как они сюда из Австралии допрыгали. Кенгуру. Это кенгуру. Первый раз вижу кенгуру. Я тоже. Нужно фоткать. Когда хотела залезть за горкой, они там были. Маленькие. Бакусятки. Хитрят. Маля, сутка, пожалуйста. Все, вы видели, что им ничего не надо убивать, да? Пошли туда. Завтра софочки нашей школы, а сегодня воскресенье мы решили погулять по зоопарку. Бееее. Бее. А ты, ты срагай вот так вытащил. Бее. Это мама! Это на твои ноги, похоже! Свинка Пеппа! Точно это мамка, точно? Это когда папа что-то снимает. Как у Гарри Поттера белое сало? Мы забыли, как ее зовут. Это лиса. Волк! Это песец! Это не волк. Хочешь? Какая шкурка у него. Красивый, да? Да. Да, это кто-то выбежит. Тут лиса! Мама, смотри, тут лиса! Вот она лошадка с такой прической любит рок. Панк-рок. Да. Смотри, а там обезьяны. Ну, давай посмотрим обезьян. Детская площадка есть даже для детей, которые могут здесь побеситься, поиграть. Ну, так провести время. Вон она что-то ест. Лук. Обезьяный лук. И там обезьяна есть. Обезьяна? Мама! Обезьяна там уже есть. Макать. И там обезьяна есть. Здесь есть вход в потайную комнату. Только для лилипутов. Ну-ка, отойдите. Развернулась, обиделась. Да, не хочет смотреть. Хочешь банан? Она что-то спрятала. Она не хочет нам это отдавать, наверное. Такой у нас мини-зоопарк. Нам 37 тысяч человек. Детям понравилось. Тридцать же годных. Ну ладно. Куда идем, не знаю. Сколько здесь этажей? Это голубятня. Вышли на балкон. Обзор. Такой примерно вид открывается. Это парк. Там дальше. Есть что делать? Как это? Есть что делать? Как это? Как это? Как это? Когда, наверное, деревья зеленые будут, красота вообще. В прошлом видео я забыл вам сказать, что мы прошли тестирование для прохождения курсов немецкого языка. Но пока что все на карантине. И до Нового года нам не следует ждать никаких курсов. Здесь какая-то странность. Сейчас мы покажем вам странность. Видимо, это потерянные соски. Здесь можно достать. Я на пальцы несу? Кому соску? Жени. Интересно. Ну так вот. Прошли тест. Письменный я так себе, честно говоря, на многие вопросы не отвечал осознанно. Потому что многих слов в вопросе я даже не понимал многих слов в вопросе. Поэтому заранее предупредил, что те ответы, которые я не буду знать, я не буду отвечать на них. Так как, чтобы не угадать случайным образом правильный ответ, мне не направили на курс, которого я не достоин, которого я не смогу. Ну, я имею ввиду, могут же отправить на Б, на Б1. Я хочу начать с самого начала. Поэтому, как бы, многие вопросы даже не отвечал. Ну, ждем в следующем году курсов. Кто знает, что за прикол вешать соски на деревьях. Посмотри. Может, типа, кто сюда приходит, надо соску ехать. Сосочное дерево. Вот вход в зоопарк. Вон там вот. Сейчас наши вот все сели на перекус. Пикничок. А вот Софийна школа. Недалеко здесь. Прогуляюсь. Вот этот ветер, наверное, опять у нас весь звук испортит. Монастырь рядышком тут. Вот школа наша. Завтра пойдем сюда. Это Радхаус. Вот такая вот школа. Надеюсь, эта школа примет нашего ребенка с распростертыми объятиями. Здесь София найдет новых друзей, подруг. Будет получать знания. Быстренько выучить немецкий язык. Когда дети здесь за полгода уже начинают говорить на немецком. Вот мы подобрались потихоньку к Эльбе. Наша речка. Такая река. Баржи даже ходят. Парк у реки. Это все парк. Большой. Сейчас пойдем там. Здесь кроты видишь? Рыбы, ямы. Кроты видят? Они живут под землей. Да. Надо удочку. И ловить рыбу. Здесь хорошая рыба наверное ловится. Так вот речка и вход в парк. Сейчас против солнца наверное как всегда ничего не видно, да? Да. Давай, проезжай вперед. Ребенку милое дело на велике да гонять? Ништяк. Ты разучилась. Вот тебе зима, все зелено. Классно. Очередь делать шнель-тесты на завтра. Завтра понедельник. Чтобы все могли зайти в автобус. Делают тест. Потому что остальные все точки закрыты. Полицейский участок нашего города. Красиво. Красивое здание. В воскресенье. Улицы пустые. Вот эта пешая улица в нашем городе. Местный Арбат. Все пусто. Фактически людей нету никого. Только казахам делать нечего. Ходят. Витрины разглядывают. По-моему казахи. Мусорные ящики. Вот в этот красный последний. Ложатся ненужные вещи. БУшные. Газон выстрижен весь. Везде. На всей территории города. Хотя ни разу не видел, чтобы кто-то его стриг. Сколько здесь уже гуляем. Всегда все чистенько. Вика мне сейчас по секрету сказала. Что ей уже нравится Риза. Что здесь безопасно. Тихо. Спокойно. Первые впечатления были по окраине, где мы живем. Там конечно так себе. А вот здесь вот, когда гуляешь по самому городу, поинтересней. Так здесь паркуют велосипеды и всякое это. Мариана, попробуй. Может подойдет кот. Себе заберем. Ну че? О. Получилось. Все забираем себе велик. Давай давай. Быстрей. газуй быстро отсюда пока никто не видит здесь вот на улице идет ремонт тротуара дороги так вот все огорождено чтобы люди туда не попали все что они отсюда выгребли возит машина специально кучами на дороге не лежит это все так вот все огорождено не дай бог чтоб не упал человек и не повредил себе что-нибудь нравится они ремонт здесь другую прокладывают и меняют время 630 пошли в школу первый раз снежище валит конкретный едем едем последний вздох какая сегодня сказочное утро такое первый раз такой снег все время пребывания из германии припарковали наш транспорт вот так выглядит двор школы ранним утром ну вот мы доехали два снеговика все снегу вот и отвел софию в школу теперь буду переживать такой есть тут у нас магазин велосипедов буду переживать теперь пока не заберу как там она ничего это все тоже пешеходная улица только на следующий день уже со снегом все также пусто время сейчас только 730 конечно с приходом зимы конечно все красивее становится когда лежит снег идет сказочное настроение мне нравится когда идет снег ну что мы вернулись со школы и немножечко вам расскажем как это было у нас нашей семье мы проснулись во сколько сегодня 6 чуть-чуть не хватало до 6 без 10 6 мы проснулись без 10 6 утра позавтракали почистили зубки и поехали на велосипеде нашем на нашем велосипеде в школу сегодня был такой снег волшебное утро вообще классно было что потом мы постояли подождали у входа в школу где учитель выходил и приглашала всех учеников чтоб они заходили в школу дождались пока основная масса пройдет и потом подошли и сами и сказали что мы сегодня первый раз что нам делать она позвала какого-то мальчишку который сопу проводил до класса одноклассник теперь софии на каком этаже у вас в третьем на третьем этаже что там потом ты зашла тебя представили да сначала представили но я не поняла что там сказали но я сначала сказала софия там а потом еще что-то сказала я не поняла что сказали ну ладно первый раз ничего страшного но главное тебе понравилось а потом мы себе делали тест сами себе да сами себе они делали тест и палочкой вот типа представьте что это палочка и тут типа есть вот такая штучка ну где надо типа сопли или слюни туда совы да мы такие засовывали и засовывали и в другую нас засовывали потом в какую-то жижу вот так намакивали а эту палку и потом вот тут вот так все и все и у меня было С вроде да С отрицательно это означает ну все потом посадили тебя с девочкой да за одну парку да по середине первая парка первая средний ряд и первая парка выдали вот такие вот учебники у нас так это это ну пока еще и не разобрались вроде английский нет это математика нет это лезочечтение это шпрах а вот математика да и это уже вот страдь в которых они занимаются ну вот так вот пепела как-то так у нас вот прошел первый денек наш в школе все хорошо нам понравилось единственное нам дали бумагу что 9 числа 9 декабря деткам не приходить из-за ковид в школу да из-за того что ковид и не хватает учителей вот один день попросили не приходить 9 числа так что у нас уже так быстро выходной четверг еще два дня походить четверг выходной пятницу один день поучимся и четверг выходной и там будет художественное рисование ну да в четверг у нас здесь занятия в нашем доме рисование ну такие у нас вот новости такие дела нам нам мне очень школа нравится софи тоже там понравилось надеемся у нас там все получится и все будет хорошо вот на этом мы закончим это видео всем пока пока до скорых встреч подписываемся ставим кулочки пальчики вверх все давайте счастливо все давайте счастливо Продолжение следует...